Салам алейкум, вы смотрите канал Хуан ТВ. Сегодня у нас небольшой тест паналейки. Именно так прозвали в народе совместную продукцию от Panasonic и Leica. В далеком 2011 году вышла линза с фокусным расстоянием 25 мм, что в полном кадре является эквивалентом 50 мм. То есть любимая народная линза, которую нам в народе называют просто полтинник. Светосила объектива 1.4, что является идеальным помощником при съемке с недостаточным освещением. Также это красивые боке и творческие возможности, съемки крупного, среднего плана и так далее. Но в конце 2019 года вышла обновленная версия данной линзы. Вот она у меня в руках. В народе в Европе ее прозвали Mark II, то есть второе поколение. Но думаю, что из-за пандемии выход новой паналейки прошел незаметно. Потому что, ну сами понимаете, люди были заняты карантином, пандемией. И вот так вот любимый полтинник на кропе это 25 мм. Про него просто забыли. Но это обновленная версия. И что же в ней нового? Чем же второе поколение 25-ки, то есть полтинник, отличается от первого? Есть два отличия. Точнее, два с половиной. Первый. Объектив получил пыли и влагозащиту. То есть можно использовать в тяжелых полевых условиях. Во-вторых, улучшена автофокусировка. То есть производители обещают, что здесь она стала более быстрой и бесшумной. Возможно, на первой были большие шумы. Я не знаю такого первого поколения. Объектива у меня не было. И третье. Небольшое изменение. Объектив прибавил в весе и стал на целых 5 граммов тяжелее. Теперь общий вес объектива 205 граммов. В остальном объектив не изменился. Коротко о его конструкции расскажем после распаковки. Сейчас будет небольшая распаковка. Потом будет небольшой тест. Мы выйдем в город днем и ночью. Тест крупного среднего плана. Сравним бокешки и так далее. Так же, как работает автофокус. Итак, давайте посмотрим, что есть внутри этой волшебной коробки. Идет у нас в упаковке стоит бленда. Объектив. Сумочка. Такой чехольчик. Специально для объектива. Люмикс. Крепкий, хороший, да? Из качественного материала. Есть у нас здесь. Это убираем сюда. И... Все, больше ничего нету. Так же есть гарантия. Салон. И инструкция. Ну, а теперь давайте посмотрим сам объектив. Вот такая вот защитная пленка. Внутри еще одна. Здесь надпись идет Made in Japan. То есть, сделано в Японии. Впереди крышка. Сзади крышка. Все видно. Видите, да? И бесконечный механический автофокус. Можно крутить его туда-сюда. Вот так. И теперь сама бленда. Бленда сделана такая в виде видеокамеры. Не круглая. Идет она прямоугольная. Так цепляется. Все щелкнуло. Единственная проблема, на что жалуются обладатели этого полотенника, то, что во время транспортировки невозможно его засунуть обратно, чтобы уменьшить место для транспортировки. Понимаете? То есть, один раз нацепили, и все. И до конца придется вот так ходить. Давайте попробуем в таком виде засунуть его в чехольчик. Ну, в принципе, помещается. Думаю, порой. А для такого любимого объектива можно не спасать, не лишнее потерпеть. Учитывая то, что в кропнутых камерах объективы, они всегда легкие и компактные. Итак, более подробную информацию вы найдете в интернете. Я чуть коротко расскажу. И потом пойдем на улицу, проведем небольшой тест. Оптическая схема осталась прежней. Система линз состоит из 9 элементов в 7 группах. Покрытие Panasonic Nano Surface на линзе призвано минимизировать ореолы и блики для обеспечения высококонтрастных и четких изображений, говорят производители. Система привода внутреннего фокуса объектива совместно с контрастной автофокусировкой камеры дает плавную и бесшумную работу как при фотографировании, так и при видеосъемке. Высокоскоростная система фокусировки работает со скоростью 240 кадров в секунду, говорят Panasonic. Далее вас ждет небольшой тест, а съемки ведутся на фотокамеру G9. В данный момент общий план. На дальнем плане вы видите деревья с коричневой листвой и зелеными. И ближе, на переднем плане, вы видите тоже деревья, кусты с белыми цветочками, да, если вы заметили. Теперь я буду стоять перед камерой и вы посмотрите, как размывается фон. В данный момент я от камеры в метре. Я чуть-чуть присел, чтобы было меня видно. Смотрите, как размывается фон. Это один метр от камеры. В данный момент я от камеры в трех метрах от камеры. В данный момент я в трех метрах от камеры. как размывается фон и в кадре ли я смотрите сами это 3 метра я от камеры в 5 метров 5 метров 5 метров я от камеры 7 метров 7 метров 7 метров 10 метров 10 метров все я иду на камеру а теперь проверим фокус встали а теперь попробуем фокус с ближнего на дальний кадр ближний нажимаю дальний ближний дальний и снова ближний а а а а и сейчас вы видите общий план мы снимаем общий план потом я выйду и посмотрим как получится я нахожусь в метре от камеры не я чуть присел потому что если я стану полный рост то это по и головы не видны и так я нахожусь в метре от камеры я нахожусь трех метров от камеры 5 метров от камеры 5 метров от камеры 7 метров 7 метров от камеры 7 10 метров от камеры 10 метров 10 метров 10 метров от камеры чуть присел вы видите задний фон в блюре что а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...